И два Мы выходим в прямой эфир Да, мы выходим в прямой эфир, ребята Ииии И мы в прямом эфире Вот, всё, можешь включать Значит Вопрос такой Слышишь, лениться на горе Это нормально? На горе Смотря после чего Смотря кому Смотря Или смотря Смотря под чем Один как бы Индус, он не должен жениться на горе И интересно Знаете, с кем? На горе Индус на горе Индус муж говорит Мне очень понравилось Знаете, заводите Можно Чудрена Заводите В гугл запрос Индус женился на Женился на собаке На змее На русской Вот Это не шутка Они там несколько женились на кобре Один таяц женился на кобре На ком можно женить Интересные ребята Чем мы сегодня будем с вами заниматься Часть Часть первая Лучше на кобре Часть первая Называется Часть первая Называется Редлайн Редлайн Лучше не пересекать Мы с вами обсуждали Иудаизм в целом В чём его основы Что такое Еврейская самоидентификация И во всей этой истории То есть На чём стоит Тора Мы доказали её истинность То есть я показал только одно Это множество доказательств Которые есть Но просто чтобы показать Что это История устойчива Так Теперь Во всей этой истории Вот этого еврейства Есть Красная черта За которую если ты переходишь То То От этой истории Для себя не остаётся ничего И нету никакой связи Твоей с этой историей Что это за красная черта В общем-то были такие Красная черта Это Казанист Смешанные браки Так Теперь Еврейство уничтожали долго Очень долго Много разных добрых И не очень добрых людей Они поставили перед собой цель Хорошую Добрую Вечную Чтобы евреев не стало И здесь интересно Что всегда У евреев Проблема их исчезновения Она была В общем-то По большей части Внешней То есть там Ну Убили много миллионов людей То есть вот эти люди Они так прям Вложились в эту тему Очень Очень хорошо Тут есть вот интересная То есть это Это Пасхальная годе Мы каждый На этот поезд мы тоже это пели Там Там поется так Векодой Борху Матилейну 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 Йодом Там поется так Чтобы мы в каждом Перевод этой песни Чтобы мы В каждом поколении Кто-то на нас встает Чтобы нас истребить Там каждую сотню лет Ну там Видео Которое показывало Третья По счету Да просто за датами За датами Вот это вот Когда евреи просто вырезают Вырезают И вырезают Каждое поколение Пытается нас истребить Но что Всевышний спасает нас Из рук Вот этих предъяснителей Теперь В поколении В нашем А именно С 60-го года Примерно 20-го века Началась проблема Новая Проблема Перестала быть Столько внешней Сколько стала Внутренней Мы посмотрим дальше О чем речь Нет это Примерно Теперь То что Я просто везде здесь Писал слово Интер Потому что каждый раз Что такое Интер Это Смешанный Что такое Интермарридж Это Смешанный брак И везде в этой презентации Я просто заменил это слово Потому что каждый раз Он писал И не размазывает Что такое Интермарридж Это смешанный брак Отсюда и дальше Вопрос сегодня Как бы Ситуация уже такая Что правильный вопрос Не почему сегодня Есть смешанные браки А почему бы и нет Да Ну то есть А в чем Типа Ну а в чем проблема Да Ну сегодня наконец Такая постановка вопроса Да С точки зрения Современного общества Она не Не имеет места быть Наверное Поэтому будем отвечать На вопрос Что делать Будем отвечать на вопрос А почему бы и нет Да в чем проблема Теперь Смотрите Как бы Здесь есть два варианта Да Я могу просто так Знаете Просто взять Кадила И Кадила могу На голове Прям Топ Я этого дела не буду Вот Теперь Просто Есть некоторое Такое предположение Что в смешанных браках Все в общем-то Так же гладко И прекрасно Как и в браках Еврейских И что Ну в общем Что нету разницы И в общем Happier than ever Да что называется Все довольны И счастливы Ну Мы посмотрим просто На множестве фактов Сейчас тут просто статистика Здесь да Люди сегодня не привыкли Любят как бы Увидеть все своими глазами Так сказать И никому не доверять Так что я приведу вам Прямо четкую статистику Одну за другой С текстом Это будет только маленький Процент всего Что вообще было на эту тему Вот Теперь В чем идея здесь Что есть Некоторые Правила дорожного движения Да Теперь Понятно что К кому-то это не относится Кто-то будет счастлив И так далее И так далее Мы просто Да И всегда есть шумакер Который На скорости 100 км в час Он сможет Удачно пролететь Самый сложный поворот Но как бы всем остальным Нам нужны правила дорожного движения Теперь мы сейчас Выясним факты Которые есть на эту тему И то есть Узнаем правила дорожного движения В этой сфере Взаимоотношений Вот Теперь Идем дальше Часть вторая Идет Статистика Сейчас мы займемся статистикой И пару частей Да В общем Посвятим этому вопросу Это все что я писал здесь По Этим Курсивам В общем то это в основном Все цитаты из Разных книг Разных книг Ну то есть Исследования на эту тему Мрачным Но если ты еврей То шансов это выше Твоих внуков нет Посмотрим теперь статистику На эту стену Значит на одну купу Сегодня приходится Два смешанных брака То есть два еврея включают брак Смотрите Это статистика Девятисотые Двадцатые Двадцатые годы Два процента Смешанных браков Дальше до шестидесятого Это доходит до шести процентов Смешанных браков И потом С шестидесятого Года До 2000-2010 Это становится 60% В некоторых городах Канады Как они встретились У них бывает До девяносто процентов Браков с евреев За неевреями Классная тема За сорок-пятьдесят лет Скачок в десять раз Это не виданная Для еврейского народа История Идем дальше Как это называют все социологи Это такой еврейский Демографический Армагедон Ну жесть Для еврейского народа Это страшная тема Теперь Что такое интер после интера Это смешанный народ Если Сколько детей Которые Потому что Социологи Смешанные браки А сколько Еврейские браки Значит Демографический Семьдесят процентов Только только тридцать создают браки смешанные интересная статистика, то есть получается здесь практически Дубай, а здесь большая часть идем дальше и произошло еще одно интересное изменение за эти 50 лет в 20 веке, когда кто-то произошел смешанный брак в июле вторая сторона было 20 процентов длибов одна пятая людей, вторая половина становилась евреем сегодня это 5 процентов людей, то есть это тоже достаточно страшная перемена для еврейской социологической части теперь как следствие выросло принятие этого понятия среди евреев то есть вот этот месседж, что нужен брак с евреем то есть не то, что нужно, а вообще то, что ребенок когда-то слышал от своего родителя это происходит только в... то есть это все больше для Америки статистика, но как бы картина примерно разная только 80 процентов людей вообще слышали, что есть в этом некоторые важности и только 20 процентов, то есть не получили этого месседжа вообще и только 20 просто слышали, что это то, что стоит лучше то, что лучше стоит сделать теперь идентификация детей вот этих из смешанных браков ну не из еврейских с еврейским, а вот из смешанных браков это только 28 процентов людей говорят, что я еврей сколько там? 30% они, что я христианин и 40% они, что я христианин, и 30% они это больше для Америки, да, именно вот это разделение на христианин без религии и 31% без религии то есть только получается четверть евреев в смешанных браков говорит, что мы... ну то есть я еврей то есть мы сейчас не говорим не про соблюдение, не про что вообще просто самый чистый вопрос, кто я, да, ответ на вопрос, кто я в общем, да, у нас здесь, в общем-то, лекция не про статистики, да, и презентация теперь в чем... какие результаты, в общем что мы имеем сегодня, короче, да, что мы в итоге сегодня имеем, да то есть это с 6 до 60% упало, значит, что... поднялся процент смешанных браков 90% рожденных в интермерриджа вступают в интермерридж то есть было 20% юра, сегодня это только 5% 20% только говорят, что нужно заключить брак с евреем 20% получили вообще хоть какое-то еврейское образование в интермерридже, да, при том, что в еврейских это 70% еврейских семью дальше, четверть, только четверть детей, которые вот из таких браков считают, что я... ну, говорят, я еврей 81% говорят, то есть, еще раз, 81% из вот этих вот браков говорят мне не важно каких-то еврейского народа дальше, 90% людей тоже вступают в интермерридж, да, из таких браков и исследований в Филадельфии, да, и это, ну, это, как бы, черта будут всем этим, это самая жесть здесь никто из внуков, ну, вступивших в интермерридж, да, смешанный брак не идентифицирует себя еврей ну, у нас 0%, да, от этого остается 0% еврей окей, идем дальше часть третья ну да, и в чем проблема? теперь, в смысле, в чем проблема? ну, как бы а что я должен в этом, типа, участке, да ну, ну, окей, ну, там евреи вымирают, не вымирают ну, типа, какая разница? типа, I don't care, да, ну, ну, типа, что, та религия, которая, значит, последняя придет к финишу и выживет, она побеждает, ну, типа, ну, в чем в чем идея? ну, пойдем сначала такие, знаете, легкие такие эмоциональные моменты, которые во всем этом есть, а потом обсудим моменты более сложные ассоциации и тинейджи стоит, и вопрос был к вам, да, просто первый стоит ли жениться такому соблюдающему, знаете, евреям на практикующих христиантов? ну, я не знаю, в общем, христиантов такая идея нет, есть только, я знаю только анекдоты ну, как бы, стоит, но очевидно, что нет почему? потому что, ну, христианский брак, он держится на синхронизации, да то есть, когда мировоззрение, ценности и так далее не похоже, то здесь, как бы, какие бы Роману и Джульетта они ни были Роману и Джульетту тоже оба это вообще, да вот, и тут будет примерно та же история, да, ничего хорошего из этого не будет как бы они там не влюбились а просто случайно, ну, так, ну, просто случайно оказалось, что он играет по маме, да, или там по бабушке и там, случайно, там, девочку накрестили или не крестили у них есть какие-то проблемы какие-то вообще в будущем? нет, 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 не еврейка просто есть какие-то, ну, проблемы впоследствии где эти благие евреи? ну, 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 допустим, его это вообще не парит, он как бы, только вчера узнал, что у него о прикольно о прикольно, инштейн тоже еврей не, не, не включенный, не включенный не важно, просто не еврейка просто еврейку, просто не еврейку есть проблемы? ну, вроде нет, ну, как бы ну, типа, да, ну, то есть, нормально будут жить там, сейчас, либо, да, улыбка, идти супер, как это может быть? я шучу значит, первое упражнение, оно по-настоящему изменило судьбы ну, наверное, я не знаю, как оно подходит на эту аудиторию, да, ну, то есть на аудиторию русскоговорящую, да, но идея здесь понятна это упражнение, оно изменило судьбу очень много, очень многих ангелоговорящих в общем, евреев, ангелоговорящего населения это простая вещь, да, вы просто читаете слово и пишете на него свою ассоциацию, мы сейчас не будем это делать, вы просто поймете идею, да, то есть я вам говорю слова, да теперь, люди это писали смешный брат, тут пишет он, пишет она да, там, такие скандалы бывали, что Азов, Амреки, и просто вы думаете свои ассоциации, и все ассоциации, которые возникают у евреев, там, могут возникать у разных евреев на эту тему, да крест, рождественское дерево звезда Давида Иисус на кресте, да но это точно были жиды, да, это жиды его, как бы, это точно свитах торы, гефельте пиш, купам Иисуса, минора, хоп там, пар митвы джерри фар, халл свинина, христианство песах, да, вот эти вот все слова где-то продолжение палестинцы, шафар там, шелханука хэм, да, что это как-то ветчина, иудаизм евреи за Иисуса, цедр евреи, жадные, масоны жид, там, кулич, израиль фрейд, мечты, не знаю, вы можете дополнять этот список, да то есть люди обычно, как бы, не видят, ну, то есть очень долго бывает, что люди не видят там в браке никаких проблем, а вот эти все мелкие штучки, ну, дальше я поменю там есть, про которые я даже сам знаю эти все мелкие штучки, они вылезают знаете, в те моменты, когда хуже всего там, когда стресс, там, когда ссор, да, какие-то такие вылезают, какие-то штуки а брак там разрушается, ну, очень часто просто от мелочей это как бы первое, да, такое ассоциативное лицо, ну, то есть это реально, это реально изменило судьбу многих людей там, а второе да, это просто задать ряд простых вопросов, да, кто будет проводить свадьбу где она будет цепь или сеновоги а? и там и там прям встроим рядом, один тут, другой там одну и такой тут в каком окружении ваши дети будет ли вам комфортно обоим в той части города, в которой вы живете какая этническая символика будет дома что на шее у ваших детей или у ваших внуков, будут там мезузы или христы будет ли какая-то религиозная религиозная литература на что ты будешь давать благотворительность супруг будет ходить в церковь или не будет будет где где и как ты будешь похоронен да это такие уже посерьезнее немножко вопрос ну не знаю не посерьезнее что будет вести процессию похоронен будете вместе если вместе то где то что будут говорить кто будет говорить один из самых важных ты чувствуешь себя частью истории и чьей истории много огромное количество вопросов больше самый накал в этих ситуациях часто происходит когда есть дети и с детьми десинфронизация происходит выложить еще много вопросов вопрос они будут ли евреи будут ли нуки евреи кто будут вообще все твои потомки мама там есть много историй мама хочет обрезать папа потом обрезал значит я кричу я просто смотрел эти статистики истории там реально много и люди это реально народ переживает очень сильно по этому поводу и понятно это создает натяжение такое в какой школе будет учиться вы научитесь обе обе религии как вы это сделаете там ханука или хрисмас да будет будет ли пар митва или не будет что ребенку понравится что если ему понравится там другая религия и ну вот это да может более актуально если без религиозного контекста как ты будешь смотреть как твой ребенок там будет смотреть фильм где про евреи говорят будут говорить о ней а не мы там или жиды да интересно это должно быть и что если ваши взгляды изменятся то есть ну взгляды на иудаизм или на перспективы своих ассоциации да и вопросы да все эти привыкли интересные вещи которые выложит на поверхность вот эти всякие вопросы которые кажутся не релевантными обычно да когда они когда ты их не задавал эти вопросы теперь уровень еврейских света теперь этот вопрос да в общем то одна книга с этого начинается это очень красивая очень красивая вещь да смотрите то есть как выглядит жизнь еврея ну как вы думаете да когда вот по статистике просто когда у еврея больше вот это вот что я явление интересно все еврейское когда меньше всего и когда меньше всего как это выглядит как в каком возрасте как бы это больше интересует людей или люди более которые связаны с еврейской какой-то культурой когда меньше больше и здесь я согласен просто ну допустим здесь тоже многие учились в еврейских школах в Америке очень многие учились в еврейских школах и чаще чаще обычно смотрите этот график выглядит вот так да это некоторое какое-то еврейское образование какое-то чуть-чуть немножко ну что ты там услышал что-то увидел если еврейская школа то ты много об этом чего-то услышал причем вопрос это хорошо или плохо обычно еврейская школа это лучшая прививка от еврейства и потом вот это начинается возраст тинейджерства да когда в общем-то вся эта линия она падает просто и это то есть как бы человек делает все что то есть ну то есть это годы там от 15 до там 25-30 назовем грубо да теперь и в это время как бы человек делает все что там максимально может позволить его еврейская совесть если она вообще есть да то что там по еврейству нормально или ненормально ну то есть либо он вообще не в курсе да и вообще не падает вот и потом как правило годам к 30 или там к 25-30 этот уровень да это много исследований про это говорят этот уровень он вырастает то есть вот так это выглядит да это ситуация на плюс-минус по всем религиям много исследований психологов об этом говорят исследований ну для доктора то есть мне будет здесь много именов я привозил семья нами чтобы это было там все так оооо следует 63 процента заявили о сильном увеличении интереса к иудаизму гелоп-пола то есть исследованием исследований что у них обычно у всех людей у всех людей у всех людей теперь самый прикольный вопрос это в каком возрасте люди выбирают себе партнера на всю жизнь ну вот рядом да в 15 до 25 то есть иными словами это просто худшее время для того чтобы выбирать себе партнера на всю жизнь как говорится да что в это время ноль мозгов да и сто процентов гормонов да это подтверждают исследования там у мозга подростков что у них как бы серовое вещество на всю свою голову вот то есть когда человек то есть в этом обычно возрасте человек делает свой выбор и и он как бы имеет последствия на всю жизнь да это худшие ситуации для того чтобы делать это в общем то достаточно грустная история теперь выводы получаются здесь такие да то есть проблемы они да есть некоторые да мы только начали с этой темы ну ассоциации мы привели да и вопросы теперь очень часто молодость мы не в курсе насколько глубокие наши еврейские чувства даже если ты не чувствуешь себя еврей сейчас кто сказал что это не изменится по статистике это меняется очень часто это 60 процентов по моему говорят что мне это стало в какой-то момент очень интересно и получается что те же самые еврей которые выбирают вступить в отношении с еврейским партнером они же находятся как право на самом низком уровне еврейскости за всю их жизнь и на самом уровне в общем-то интеллектуального развития низкого да вот худшая позиция для совершения важного долгихрочного выбора на суде ну просто худшая да худшая ну да и они получают эту проблему конечно правду мы дальше их обсудим говорит интересно саджу шломо да это ну вот есть канал там у другого моего в телеграме на десятики что сейчас есть человек который несет игос молода то есть если ты как бы делаешь расстановку приоритетов в этом как раз подростковом возрасте грамотно то вся жизнь она выглядит по-другому то то есть в общем то момент этого провала все решения которые человек принимает в общем то в основном от них зависит вся дальнейшая жизнь человека есть что там будет и будет на расследовании интересная эта тема то есть в общем то это часть первая да то есть мы разобрали статистику на эту тему разобрали немножко какие могут быть такие легкие эмоциональные проблемы в этой сфере которые создают какие-то напряжения могут создавать какое-то напряжение в семье теперь часть четвертая смешанный брак счастливее всех посмотрите проценты разводов да ну как бы мнение ну люди в общем то об этом не знают проценты не правительство теперь посмотрим процентов разводов значительно выше у людей с разными бэкграундами религиями и национальностями я брал исследования вообще связанные с евреями и не связанные с евреями там мормоны протестанты не религиозные и так далее то есть эта картина она плюс-минус она одинаковая вообще везде теперь исследования семей показались то есть опять имена пошли да чем больше похожи партнеры по бэкграунду тем выше шансы не развестись это понятно да синхронизация ну бэкграунд я не знаю что такое бэкграунд это кто-то перевел такое там there are coming people without background приходят люди без фон ну бэкграунд переводится как фондарин а? ну фондарин то есть на чем ты вырос что ты слушал какие мультики смотрел какую что тебе рассказывали ленин хороший или плохой ну то есть вот это все туда входит теперь большую роль играли в количестве разводов ну именно этот бэкграунд религии и разница в возрасте да это самое большое исследований влияли на процент разводов в смешанных браков В смешанных браках разводы в несколько раз больше, когда люди, одним взглядом, проценты разводов самые низкие. И вот это самое интересное из этих трех. Процент разводов в смешанных браках выше. Процент разводов между евреями значительно ниже, чем между неевреями. То есть, в смысле, в принципе, процент разводов между евреями и евреями самый низкий. В принципе, какой только есть. Да, это, я думаю, очень неплохой довод, интересный. И, да, более того, их исследования провернуло какое-то распространенное мнение, что интермерич был проблематичным, если один или оба сильно религиозны. Больше всего разводов было между теми, где оба определяли себя не религиозными. То есть, это больше 60%, да, если средняя статистика 100%, эти люди заводятся еще больше, где оба человека определяют себя, определяют себя для него. Вот это некоторые исследования на эту тему. Там будут дальше более еврейские. Теперь один из самых известных вопросов, который был проведен, он был проведен именно насчет евреев. Интермерич тогда, в 91-м году, было 92% евреев. Уже успели, да, вступить в фирсе. Да, 92% евреев. Да, 52%. Господи, помилуй. Значит, это... Не дай бог. Это background, да, как это Харьков улетает. Значит, и теперь самое прикольное. Интермерич в два раза чаще касается, кончается разводом. Ну, то есть, вот в этом вопросе 91-м году, это очевидно плюс-минус во всех исследованиях, по этому было очень много. Это было 16% против 30% у евреев. То есть, 30% смешанных правилов освободились, а только 16% не смешанных. Ну, еврейских правилов сегодня. Теперь, и было еще много исследований, да, 6 штук я их просмотрел. В общем, в итоге, по всей этой статистике, получается ситуация следующая. Самый минимальный процент разводов, в принципе, какой есть у евреев, да, наверное, меньше процентов разводов только у тех, у кого он запрещен, надо убить жену, чтобы подвести, да. или у тех, кому вообще жениться нельзя. Какой сам плавал? Ну, понятно, да, то есть, есть группа таких людей, в которых вообще нельзя разводить, или вообще нельзя жениться, рудновенно, как у них меньше. Теперь, вторые, да, в общем, у кого одна религия и одни общие целиады. Теперь, самые максимальные проценты, это разные, то есть, когда разные религии, это реально проблема. Когда одна религия, это одна из самых, в общем, это самый мощный такой фактор, который влияет на, ну, тоже, это позволяет проходить очень много трудностей, да, и вопросов в жизни. Теперь смешанные браки, самый большой процент разводов, и самый большой, это не религиозный, плюс не религиозный, это самый большой процент разводов среди населения нашей планеты. Общие выводы здесь по этой части у нас в Росее. Смешный брак не счастливее все. В смысле, нет, смешный брак не счастливее все. Если, ну, то есть, это вы видели, да, в два раза, да, понять, что могу развод? Если одна религия, то шансы растут сильно, а развод у евреев, в принципе, это самый низкий развод какой-то есть. Теперь всю эту информацию ее мало распространяли, да, но где-то такой один из браков, там, Том, Крус, и Николики, потому что они развелись, потом возникла проблема по детям, в основном после того, что он был из синентологической теории, она была с католичками. Играл? Мал. Мал. Она не армия с религией, наверное. Да, она, по-моему, не армия. Прикольно, я смотрю, видел цитату этого, как его зовут? Спилберг, это, да? Я удивился, но когда я попал в Голливуд, я все эти больше выявили. Ну, после чего я не выиграл. Часть пятая, но потом приходит человек, говорит, ну, любви же хватит, да? Ну, то есть, в смысле, вот как раз до вот этого возраста все верят, что, в общем-то, на чем едет совместная жизнь, она едет, но любви и любовь, это то, что закрывает любую проблему. В общем-то, Ромео, Джульетта и Рапунцель, они внесли в свой, в общем-то, незаменимый вклад в эту историю, и множество разных прочих интересных историй. В общем, любовь-сила, да, говорят эти ребята молодые. Теперь интересно, но факты, статистики, они, в общем-то, останавливают мало кого, да, то есть, ну, то есть, люди, существа эмоциональные, которые думают при этом, что они думают. То есть, в смысле, у меня есть какой-то эмоциональный процесс, я его по дороге описываю мыслями и, как следствие, говорю, ну, когда я же там, не знаю, изменял или это я же думал, типа, это же было логичное решение, да? Ну, в общем, обычно это так. То есть, у человека всегда эмоции намного темнее, чем в разных. И поэтому нам нужно забраться больше с причинами, почему все это происходит. Почему большая разница процента разводов, ну, то есть, мы привели какие-то цифры, теперь почему, да? Почему есть такая простая разница? Можешь проверить? Там что-то не так. Там что-то не так? Ну, ладно, не так. Ну, значит, если не так, то все, забудь. Что делает хороший брак, давайте с вами определим. То есть, какие факторы нужны для того, чтобы брак был устойчивым, хорошим, как бы вот, фундаментальный. Ты же нам рассказывал, на ринге? Не-не, ну, давай, сам теперь, то есть... Сам? Здесь подсказок, забышь, что я рассказывал? Забыли. Нет, дадим, не цифры. На общих ценностях делается, когда они несут одну и ту же ценность, ну, или ценности, хотя бы радикально не противоречивые. Ну, еще, как бы, не помню. Ну, пункты. Представляешь, мы вот в этих вопросах, там, вот это много-много пунктов. Что люди думают, что, ну, за чем мы должны строить? Узнагогой. Ой, не смысл. В общем-то, обычно... Собираться. Обычно, в общем-то, молодежь вопросов, молодежь вопросов, там, примерно вот такие, да? Любовь, верность, уважение, общие ценности, близость, взрослезы, надеяние, забота, доверие, понимание и так далее, да? Ну, то есть, там, обязательно любовь и романтика, они должны быть. Ясно. Теперь, первое, в общем-то, мы с вами разбирали в курсе про любовь, да? Но ситуация, это, говорю, что 90... То есть, это аргумент, вот это все любовь, это, в общем-то, это то, что строится в браке, а не то, что может изначально построить брак. Потому что 99% и 9, да? Почему они женились потом... Ну, это сегодня именно так. То есть, 100 лет назад эта ситуация была другая. Они женились, потому что они влюбились, и потом 60% разводятся, а из тех, кто не разводится, 90% живут, что он называется, в условном браке, то есть, это больше сожители, чем близкие друг другу люди. Просто по статистике. Это, как бы, вещь первая. Теперь основания для хорошего брака это обычно практические и поддерживающие факторы. О чем речь идет? Были, например, такие звезды тоже, когда-то в 80-е, 90-е годы. Я, честно говоря, первый раз увидел эти имена, но просто интересно. Да, я посмотрел в интернете, были, все нормально. Значит, были Джоэл, Кристи, блин. Значит, он был музыкант, она была какая-то модель, значит, вот они и география. Как бы, в интервью, почему вы развелись, понятно, что это не единственный вопрос, почему они развелись, но они его поговорили. То есть, он говорил, я люблю очень Нью-Йорк, а она говорил, я очень люблю Калифорнию. Мне не нравится Нью-Йорк, а этому, ну, то есть, им не нравится Абон. Она была где-то на 3-серии. Что, и просто на... Нет, ему нравится там, не нравится там, ей нравится там, не нравится там. Все. Родили дочь, и родили. Все, что у них произошло. Теперь, вот эти факторы, такие мелкие действительно детали, которые, например, в шедухах, они обычно, вот эти все принципиальные вещи, они проверяются заранее. Люди, когда ты хватаешь, первое, что движется, значит, по улице в юбке, у тебя как бы потом есть ряд, может возникнуть ряд проблем, которых ты не ожидал. И больше всего, теперь, один из самых влияющих негативных факторов, это когда появляются еще разногласия по детям. И вот это вся, именно вопрос национальной принадлежности, они вот эти вот проблемы обостряют очень сильно. То есть, часто люди живут душа в лучшем. Мало того, что просто, когда дети появляются, люди разводятся, а тут еще, когда, если есть вот это национальное, ну, то есть, вопрос вот этого, ну, кто мы, типа, кто будет мой ребенок, он будет обрезан или крещен, да, тут это, ну, накалывается, ну, бывает, что, в общем, это создаёт очень много проблем. Гелоппол, тот же исследование, 57% разводов, они сказали, это причины не, типа, мы разлюбили друг друга, да, или деньги, или какие-то семья, или там, проблемы с родителями, с родственниками, или дети. То есть, в общем-то, итог этого исследования, любовь, она не побеждает брак. Да, то есть, ну, как бы, у нас брак, это, знаете, это framework, да, что называется, это такая рамка, это рабочий стол, на котором она строится, да, где всё ровно наоборот, а не любовь какая-то, типа, о, хочу, да, она строит, что-то такое, брак, который там не получился, что религия, она может помочь людям пройти вместе самые сложнейшие, одна религия, вместе пройти самые сложнейшие вообще испытания в жизни, если они одних, ну, ну, то есть, если они одних взглядов, и тем более, если это ещё, при, ну, при, при вере, в отблении. И говорит, это Яков Хер, есть такое, он говорит, любовь важна, но надо ещё много всего, связь, социальная приспособность, защищённость семьи, помнить о прошлом, иметь надежду о будущем, общие цели и идеалы, да, то есть, здесь у меня есть много переменных, любовь, в общем-то, она, скорее, следствие, а не причина, почему, почему браки стоят, вообще. Прекрасно. И, как вы помните, там, мы много раз это обсуждали, да, это мы видели много раз, да, что такое любовь, что любая любовь, она начинается с любви к себе, если у тебя нет любви к себе, то ты никого любить не сможешь. То есть, человек, который любит себя, он обязательно, и которому не по барабану, который не лентяй, он обязательно обеспечит себе какие-то условия, чтобы его будущее было лучше. Который не любит себя, он этих условий обеспечивать не будет. То есть, ну, понятно, да, не пойдёшь, что тут двор не побудешь, статика-дома. Вот. Ну, и тут то же самое, в общем-то, разница в процентах два раза, по некоторым следователям, это, я думаю, очень неплохой повод задуматься. Идём дальше. Часть шестая. Дети, люди, и самоидентификация. В общем, про самоидентификацию, там будет всего пара таких заяв. Про самоидентификацию мы с вами обсуждали очень давно, начиная с вопроса самооценки. Вы помните, там самооценка, на чём она строится, мы сказали, ДПС, да, достижение, позитивное оценка, ну, позитивное восприятие и самоидентификация, плюс, как бы, твои достижения, твоя позитивная оценка не имеет никакого значения, если ты, если ты Галила, который поет полу, да, научилась ходить и разговаривать. То есть, оно как бы всё, ну, ну, окей, типа, вот. То есть, от того, кто, от вопроса, ответа на вопрос, кто я, зависит моё ощущение, самоощущение, ощущение жизни, принципиально, вообще. Это то, что мы с вами говорили, и теперь, это, ну, какой-то, профессор, терапевт, психолог, что она сказала, у детей, которым дали размазанный ответ на вопрос, кто я, всё размазано в голове, и они слабы и не могут противостоять жизненную проблему и испытаниям. Это важнейший вопрос, особенно для детей и для подростков. То есть, когда у них ещё мало знаний и нету независимости, очень нужно чувствовать, не чувствовать себя потерянный, но чувствовать принадлежности, к чему я принадлежу и с кем я. Оно очень важно для выживания, потому что человек вообще, я долго этого не понимал, как бы я сейчас просто смотрю на людей, это работает реально, как часы. Человек-существо просто страшно социальное. Человек-это самое социальное животное из всех существующих. Этот, я не знаю, кто, этот шеребёнок родился, он сразу идёт. Понимаете? И плюс-минус, оно так, месяц с другой с мамой, и всё, ты живёшь сам собственной жизнью. Есть люди, которые до 50 лет как бы от мамы не отступаются. То есть, это как бы человеческая реальность, и нигде такого нет. То есть, человек нуждается в обществе больше, чем какое-либо создание на земле. То есть, без него он умирает, умирает намного быстрее и намного грустнее, чем всё, что существует в этом мире. Ну и в смешанном проекте часто нету главного, чаще нету главного, это единство семьи и призов. И дальше Юнг, моя любимая шутка, откладывают уже, её знают, ты слишком Юнг, чтобы понять, что он сказал на эту тему. Я работал с людьми из всех стран Карл Густоф, Юнг. Я работал с людьми из всех стран из массы религий, то есть, массы бэнграундов. Все, особенно, кто за 35, не было таких, чьи проблемы не были связаны с поиском религии некоторого взгляда на меня. Не знаю, что они излечились полностью, если не восстановили свою религию. Людям жизненно необходимо чувствовать, что в жизни есть цель и смысл связать себя с чем-то вне себя. Very nice. То есть, вопрос на этой дезвлекации мы с вами обсудили, что у детей, у которых не даю четкий ответ на вопрос, он вроде кто-то еврей, кто-то нееврей, что-то там, он как бы, Ньюха рассказывала, что не самый злой мальчик, он был самый маленький, сейчас он же его тоже узнает, он был такой еврей по маме и по папе, он четко знал, кто это, его прям, ах, ты же, идиот, он прям был такой, знаете, уверен я в себе такой, что как я. То есть, это дает ребенку вот это четкое понимание, что это такое, оно дает и ребенку, а поскольку взрослые, это только увеличенные дети, то как бы и человеку оно дает очень-очень много. Следующая тема, пункт седьмой, центр еврейства. Сейчас мы как бы с вами разобрали всю вот эту вот, так сказать, внешнюю часть, и часть, так сказать, вот, чего мы отталкиваемся, да, то есть, что мы увидели, статистику, статистику, да, что по статистике у смешанных браков больше проблем, что, сколько вы видели, сколько сегодня смешанных браков, как это влияет на идентификацию детей, да, посмотрели с вами все эти темы, супер, идем дальше. Что является центром евреи, давайте вы мне сначала скажете, что является центром, на чем базируется еврейское, еврейское существование, что является базой, ну, чтобы еврейство вообще существовало, что является главным фактором вообще единства? Тора. Тора. Тора, синагога, да? Семья. Семья. Да. Ну, если вы помните, в ценности, когда мы обсуждали с вами шесть ценностей, на которые, которые иудаизм вообще дал миру, я там говорил, что, если, как бы, семья не даст человеку некоторые ценности, то есть, они будут его выращать, что ты, я не знаю, ты, что-то они подсказывают, что это дом. Ты араб, и ты араб, и ты должен ненавидеть евреев, он как бы потом выходит на улицу Израиля и взрывает бомбы, да, в автобусах. Мы говорят, что ты еврей, как бы, и с тобой Бог, да, и ты должен соблюдать свод, и его, как бы, свои истории, да, то есть, семья это, там, все. Дэннис Брейгер, есть такой человек, он ведет какие-то, там, ток-шоу и программы в США, известная какая-то медианая личность, нравится, у него что-то есть. Он говорит, что это так, что витаризм почти полностью основан на доме, любой раз скажешь, что дом религиозно рожней синагоги, а дома создаются супругами, что он не может вести еврейский образ жизни, если кто-то в его или ее доме не еврей, а если нет еврейского дома, то нет евреев. Ну, что, что, тебе мотик? Вот. Другая цитата, Раби Песа Фридман, в общем, он говорит, в общем-то, ту же самую вещь, да? На ком ты женишь, что влияет на все и на все аспекты твоей жизни, влияет на твое общество, на твоих детей, на все будущие поколения. Еврейский дом это самое важное в еврейской жизни, и вот это, прямо, даже меня удивило, такого я еще никогда не слышал, это перевешивать любую синагогу, даже храм, который построился царь, царь Шумов. Ну, как бы, вроде, вокруг этого храма у евреев все крутится, как бы, это, ну, главная еврейская жизнь, это еврейский дом, который есть в Еврееве. Солом Игдош, да? Да, 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 да. Первый это мы, они, они, они там. Там, где вопрос о евреях, дети вырастают, они понимают, они просто понимают, кто они, и это влияет на еврейство больше всего, это очень главный факт, как это и существует в плане еврейского, в сохранении еврейского народа. Тема следующая, и ее мы обсудим после перерыва. Время перерыва можете расписаться, кто сегодня, какие есть. Мы снова в эфире. Что мы с вами узнали до этого момента, как оказывается, статистически жениться на евреев, на неевреев, менее просто, статистически, технически, это менее выгодно. Это раз. Два, этот выбор люди делают, на ком жениться. То есть, в два раза, по некоторым исследованиям, это любви не. Выбор этот, к сожалению, приходится на тот период жизни, обычно, людей, когда его делают хуже всего, это два. Любовь в этом плане не поможет, это три. И что браки, вот такие семьи, в которых люди одинаковых взглядов, одинаковых национальностей, это лучше как для них, как для их брака, так и для их детей. Да, до их национальностей мы еще дойдем. Значит, как для их, для детей, то есть, с детьми, это очень сильно меняет отприятие человека, то, как его воспитывают, как европейка. Какое у него есть ощущение самой идентификации? Вопрос следующий, да, останутся ли дети евреями, что на это влияет? Да? Что там не работает? Я извиняюсь за что, а, знаете что, мне нужно, напомните мне, пожалуйста, в самом конце, мне нужно будет встать в вашу почту. Да, спасибо. Вот, запомните, напомните, да. Значит, я извиняюсь, что здесь столько, столько, да, цитат, но просто это все исследование, как бы, и все запомнить, мне было несколько, да, было бы несколько сложно. Доктор Маршалс, Влада, известный социолог США, многие родители смешанных браков говорят, что дети будут выбирать кто они. Вы со мной? Многие, фразы слышите, да, многие родители говорят, что мои дети сами выберут кто они, в смешанном браке, ну, когда у них смешанных браков. Теперь, эта ситуация получается очень интересная. То есть, смотрите, мы живем в мире, где 0,2% евреев. Теперь, вот этот человек, который родился в смешанном браке, в каком он обществе находится, который не имеет общего с евреев в общем-то особо ничего. Теперь, когда ему родители говорят, что, типа, ты сам выбирай кто-то, у него, в общем-то, выбора нет. Он просто станет тем, кто живет вокруг него. То есть, ну, то есть, это, в общем-то, абсурдствие выбора быть евреем в такой ситуации при таком выходе. Лучше, прямая трансляция. Ну, все, пускай, пак, все, пускай. Доктор Питер Мэдинг в общем, у нас исследовал, как вы думаете, что сохраняет евреев, то есть, что вообще главный фактор, что, вот эта вещь, ну, как бы, в человеческой личности, она сохраняет евреев вообще все эти поколения, все эти 3000 лет. Что является главной переменной в этом? Еврейское воспитание. Семья – это институт, да, здесь, ну, как бы они сформулировали это более точно, что самое главное, в том, чтобы ты, в том, чтобы ты остался евреем, это недвусмысленная еврейская самоидентификация. Я думаю, это очень понятно, да, то есть, когда у тебя просто это, ну, как бы, четко и ясно, то твои действия в жизни, они одни, когда у тебя в этом плане что-то там разумеет, то как бы твои действия и восприятие мира, и иудаизма, оно, оно, оно другое. Почему так происходит, да, смотрите, вот это вот, я думаю, что в настоящем хружок должен быть еще меньше, вот это вот евреи, вот это весь астануэмик. Да, теперь, у нас здесь там, ну, там, бог, хор и все такое, теперь, а вот этот мир, да, он, в общем-то, предлагает иногда вещи, как хорошие, так и вещи, которые доходят до, там, ну, то есть, это полный, как бы, хаос мнений, вариантов, просто, как бог, которые едут по голове, то есть, человек, как бы, он выходит, если не сидеть, ну, другое говоря, да, он выходит, там, из этих глубоких моральных ценностей, и куда он попадает, а вот, видел, она по красной дорожке прошла, она крутая, он такой, ну, типа, ну, да, все, кто ходит по красной дорожке, она крутая, они крутые, а что она такая крутая, типа, она самая крутая, говорит, да, самая крутая, она вышла из нижнего пьера, вот, теперь, да, это, как бы, тот мир, как бы, тот, тот, фреймворк, да, в котором, как бы, мы обитаем, да, и, как бы, в этой ситуации, если у тебя нет четкого понимания, кто ты, то ты будешь частью вот этого всего круговорота вещей, понятий, да, не знаю, что еще на это, почему это так, ну, немножко статистики про эту тему, да, но это американская статистика, к нам она не, ну, то есть, просто она, это видно, видно как, да, 18% вот таких вот выходцев из смешанных браков выросли, как только, только 18%, как только евреи, даже они больше празднуют Рождество, чем Беса, дальше, 65% подростков, из этих интермендеров, входят в церковь, ну, то есть, здесь появится по-другому, то есть, там просто более, намного более уже религиозное общество в США, то есть, не как бы, вот этого модернизма, что называется, безборзного, они вернулись в какое-то другое состояние, там религиозности намного больше, так, 19% возникают все иноговые смешанные браков, только у 14% была обважена под митсма, 62% делают себе, значит, рождественскую елку, 81%, видите, разные проценты, 62% делают ее, и 81% участвуют в украшении, битвуют друзей, там, у бабушек, ну, где-то там, теперь 93% дают или получают, то есть, еще больше, уже почти все, да, дают или получают эти рождественские подарки, только 15% проведены за синагоги, только 16%, еще хоть какой-то вообще еврейской организации, имеется отношение вообще к чему-то еврейскому, вот это, да, важное, наверное, да, только 18% согласны, ну, только, понимаете, только 18% евреев, из всего вот этого количества, выходных из смешанных браков, считают, что евреям быть это вообще важно, да, и 11% были бы, только 11% были бы очень расстроены, если бы ребенок считал себя не евреем. Это с галактических, или вообще просто? Нет, нет, это с ситрик. А галактические евреи, вы не галактические евреи, я думаю, что это исследование, в принципе, и мамы, и папы, я не думаю, что, это там просто нигде не упоминалось, они как бы смотрят, это лохой или нет, я так понимаю, что это просто все, я отвечал на тот вопрос, неважно, все равно, все равно, все равно, пойдем, дальше, мы обсуждаем эти факторы, сейчас, я сначала привезу статистику, потом еще что-то дополнительное, профессор Сильвия Барак-Фишман, да, она сказала, в общем-то, такую вещь, которая, тоже она, в каком-то плане долгой, что интермарий, да, в общем-то, то, что мы сказали уже, что на браке, на семье строится, вообще еврейское, все еврейство, да, и что смешанный брак, это краеугольный камень вырождение и вымирание еврейского, то есть, это как бы, вот это, ну, то, что я, вот это, red line, да, это красная черта, которую ты переступил, как бы история закончилась, как это, как называется, миттен химильфар, да, ну, известная его цитата, какую-то, ее много людей цитируют, как называется, внуки евреи, это смешанный брак, и они свои запрещения, ну, как бы, да, это, такая грустная, грустная реальность, которую, как бы, ну, то есть, ну, то есть, человек должен понимать, что он идет, да, когда он делает свои действия, то есть, может быть, вы были, так сказать, приятными, если бежше, никто не виноват, да, может быть, если вы были приятному, то есть, постарались вот эти, в самом начале я показывал, да, Сталин, вот эти все ребята, они очень старались, чтобы это все вышиблось, из еврейских голов, они сделали ради этого все, у них, как бы, очень хорошо получилось, евреев тут, как бы, я был в Бабе Еруда, это, конечно, что-то, ну, за сколько, за два дня, 30 тысяч евреев, да, просто, и клали вот так, просто слоями, да, просыпали, клали слоями, мужчин, мало, женщин, дети, и те, кто постарше, да, то есть, приложили все усилия, для того, чтобы евреи, или исчезли, или бежали от своего еврея, то есть, то, что мы имеем, это люди, как бы, у которых, с идентификацией в этом вопросе, то есть, они как бы, постарались, у них получилось, теперь понятно, что здесь никто не виноват, да, и просто, ну, как бы, можно оставаться в неведении, так сказать, вот, теперь, вообще, что, немножко, конечно, возьмали, вот, несколько историй, просто, из моей личной, из моего личного опыта, видимо, надо, о том, сейчас, улите, и, будут, панегалактические, были галактические, ну, это еще, еще там, где-то, там, в моем евреевском, еще прошлом, каком-то, там, первые разы, когда я буквально сталкивался с этим, я познакомился с одним евреем, который, он был, наверное, самый соблюдающий, вообще, в той синагоге, и он был при этом женат на неевре, и у него уже были дети, но он был при этом самый другой, ну, то есть, он был такой богобоязнный, всеми свод, и так далее, и каждый раз, когда как-то нас отрагивало, вот эту вот тему, собственно, жены его потомства, у него просто его как бы перекашивало, и, ну, видно, что он чувствовал себя очень, ну, то есть, как бы, что у человека, как бы, он что-то считает, но при этом этого нет продолжения, это эмоционально очень грустная история для любого человека. Вторая история, которая там была, это тоже один, буквально, из первых вообще людей, с которыми я столкнулся где-то там в синагогах, это был человек, который, просто почему я это так запомнил, потому что, почему я так запомнил, он меня как бы впечатлил своим, так сказать, выражением лица в тот момент, он говорит, ну, то есть, нормально разговариваем, а потом в какой-то момент, я не помню, как мы зашли до этой темы, лицо, знаете, так сильно меняется, и такое, становится немножко бесцветным, он говорит, в общем, у меня получилась какая-то странная, говорит, история, я, ну, то есть, у меня еврей папа, и очень странно, то есть, я всю там, школу, да, меня били, там, я дрался за душой еврея, да, вот, и как бы это было для меня очень важно, и я прям, ну, то есть, я прям, я прям, я считаю, считал, что я еврей, а потом мы приезжаем в Израиль, и мне говорят, типа, ты русский, да, и в меня не ты не считаешься, и то есть, у человека у него полный, вообще, у него, как бы, это, знаете, раскалывается мозг, вот так вот на две части, он как бы не, то есть, то есть, то есть, вы тоже должны знать, как бы, что грозит вот таким детям, которые попадают в такую ситуацию, то есть, у детей, последствия, вот в таких ситуациях, они могут быть, ну, реально, немножко многие могут раскалываться, то есть, понятно, что, может быть, это более какая-то крайняя, ну, то есть, нормальный, что ли, да, но я помню, я прям вот, не запомнил его выражение лица, но меня реально впечатлило, в какой-то момент он об этом рассказывал, есть тут, да, в Зиннобоге, один очень, я просто, наверное, не буду называть им, не важно, в общем, он самый такой, ну, давний такой здесь, по, этот самый, по прихожам, да, у него там ордена, он служил и так далее, у него сын женился на нееврейке, нет, у него сын женился на нееврейке, и потом сын умер, и они начали выселять его из квартиры, они были такие, немножко негативно настроенные, пока есть там этот муж, да, все прикольно, потом, когда, какие-то факторы пропадают, вылазит отношение людей, там, еврейство, к чему-то еще, да, то есть, есть много факторов, которые они, как бы, скрыт, и ты не знаешь, вот, и то есть, да, это везде есть, да, везде есть, вот, и теперь, да, это та история, которая вот произошла, произошла здесь, там, они очень долго судились, ну, реально, просто, он пожилой человек, мы сделали такой, цонос, в общем, проблемы мы сделали очень неприятные, и была еще какая-то история, да, кто им сделал проблемы неприятные? Жена и ребенок, его, ну, отчем все заплачивается? Как-то он вроде, как-то они осудили, например, он, он сказал. Теперь, и одна из историй, которую мне рассказали, вот, совсем недавно, это история такая, очень, очень жесткая, ну, во время этого фашизма, ну, всего этого фашизма и всей войны, и таких историй были, у них было десятки, но это она такая, очень отражает что-то, значит, ну, там, муж был еврей, она была не еврей, у них была дочь, он уходит на фронт, она остается с дочкой, приходят фашисты, говорят, сдавайте еврей. Она как-то там, не очень хочет сдавать свою дочь, но приходит ее папа, то есть его, кого-то, взять от него, приходит ее папа дочери и отдает свою внучку немцем, типа, ну, с предлогом жидов, вот, ну, ну, то есть, ну, понимаете, эта ситуация не будет, это дальше с ним, ну, просто дальше, теперь, ну, развязка истории, он возвращается, убивает этого дяди, ну, то есть, таких историй было немало, но это же сказать, когда эти вещи, ну, то есть, понятно, что это крайняя ситуация, понятно, что, как бы, на улице везде, какие-то не валяются, но, как бы, она что-то показывает, да, она что-то показывает. Окей, если немножко по истории, ну, и про то, как, как икибовое следствие, если, в общем, происходит, все. Часть девятая, ну, в общем, я думаю, что мы уже закругляемся по себе, со всеми цифрами и так далее, и переходим в более, в понятии, ну, в более смысловой части, но, в общем, последняя, наверное, тема здесь, но, свиданка, ну, повстречаться-то, это же нормально, ну, типа, вот человек, ну, как бы, я хотел бы, чтобы у меня был еврейский брат, я хотел бы, чтобы у меня было еврейское потомство, еврейство для меня, действительно, что-то значит, это, как бы, не самая безразличная вещь, то есть, понятно, что тот, для кого это нет, сложно что-то говорить, но для меня это не самая безразличная вещь в моей жизни, это же какая-то часть меня, ну, типа, святанки, то в чём проблема? да? а? нет проблем? в чём проблема? вот таких цитаток очень много, в этих исследованиях я видел очень много, я не думал, что всё так серьёзно закончится, я просто получал удовольствие и как бы в разных в разных... нельзя получать удовольствие мне конечно нужно в чём проблема в чём проблема, я не знаю вот, теперь пропорция мозга и удовольствия она должна быть желательно выдержана опрос в еврейской аудитории опросы это проводили много раз просто все евреи сидят, логически сколько народу поднимает руку на то, чтобы я хотел бы жениться на евреи сколько народу? давайте проведём, да, сколько хотели бы чтобы в итоге у него был брат как там и... да, да... да, да... ну вот здесь здесь тоже плюс-минус 50% аудитории кто-то уже женат, кто-то уже замужем то есть... вопрос, ты бы хотел чтобы у тебя был еврейский враг и еврейские вопросы обычно то есть это не то, сколько люди по-настоящему считают, здесь есть дополнительная проблема это только то, сколько люди по вероятных причин осмеливаются в этой ситуации поднять руку по-настоящему и больше здесь мы это сейчас... это связано вообще больше сегодня еще с вопросом таким как расист мы это сейчас чуть-чуть затронем тоже ну это 50% примерно, да понимают руки, что они хотят жениться на еврееве, только 10% что я буду встречаться за долгой соберей ну то есть, непонятно как эти вещи синхронизируются с друг с другом, сейчас мы посмотрим почему но только при том, что я бы хотел ну, как бы, ну, что называется лимайсер действий, да, 10% в чем здесь проблема, да ну, в общем, как устроено вообще еврейское, так сказать, житие в этом плане, да то есть у евреев, как бы, свидание это, это, как бы, инструмент к чему? к браку, да к тому, чтобы прийти к браку в нееврейском мире, да, я уже тут вел курс про это, про любовь очень долго изучал вот этот вопрос много по всяким с разных точек зрения это вот если сильно упрощаю и утрирую ну, прям очень грубо, конечно но вот я вижу что-то движущееся в юбке на горизонте а у меня есть такой, знаете, шприц такой такой, пластиковый и вот так вот я туда беру, вставляю и его, как бы, чем больше вставило, тем лучше теперь, когда куда, отпустило ну, то есть, так работает влюбленность, то есть, людей, как бы, не интересуют последствия, их интересует, сколько удовольствия я получу, если ну, мы будем, как называть это to hang around, да to sit да, то есть, это, как бы, это, как бы, инструменты, средства к тому, чтобы, значит, сделать что-то большее теперь, ну, в еврейском мире это, как бы, ну, потусить, приколоться теперь, здесь работает принцип очень простой принцип, то есть, ну, еврей, да, тот, кто хочет если партнер, он и сейчас не еврей потому что, как бы, свидание, это следствие к тому, чтобы, ну, как бы, устроить свою жизнь, так сказать, на постоянной основе теперь, это нам помню, да он жил тысячу лет назад и он сказал просто такую уникальную вещь она, на первый взгляд, непонятна он сказал, что лучше дать, ну, он говорил про тысячу монет что лучше дать 100 долларов по доллару 100 раз, чем 100 долларов в один раз ну, вроде непонятно, да с точки зрения, ну, типа, один доллар, что он ему сильно поможет наоборот, помоги одному человеку, да лучше дать сотни человек по одному доллару сотни человек по доллару чем одному человеку 100 долларов почему? потому что противоречит, в принципе, к риску обратного нет, это не про братчик да я даже не понимаю, как риск читаю свои дела чтобы всех не обманули чтобы всех не обманули можно усмотреть пельмени на долгу ага, то есть, чтобы окей то есть, может быть, это все тоже уместно да, но вроде как оно понятнее то есть, ты дал 100 долларов, надо человеку помочь, да ну, вот, нормально помог теперь, что говорит рамбол вот под этим это очень важный еврейский принцип который отражает, в общем, очень глубокие принципы в иудаизме почему так потому что, когда ты дал 100 долларов одному человеку это как происходит допустим, ты обычный человек, да среднестатистический ты даешь кому-то 100 баксов все в этот момент происходит ну, я буртой да, ну, грубо говоря, да как-то так происходит теперь, когда ты даешь, когда ты делаешь одно и то же действие больше чем, там, 3-5 раз это входит в норму да, ну, в общем я один парень, который только начинал соблюдать он говорит, я провел эксперимент очень интересный мы с вами много обсуждали нормы, еще норм нет он провел эксперимент над самим собой он говорит, я давал сначала ну, каждый день давал небольшие суммы разным беднякам но и в заку кидал сначала я думал, я вообще молодец потом типа, я молодец, потом нормально а потом, как бы, я считал, что сдоха переводится в вообще обязанность то есть это справедливость, что финансы распределяются от богатых бедным и евреев бедным благодаря этому выживать потом говорит, я провел обратный эксперимент следующий месяц я перестал давать и сначала мне было очень, я чувствовал себя виноватым мне было неудобно, когда люди тянули руку потом он стал нормально под конец месяца я думал, что что бы тебе не пойти работать, а ты вот, так работают все нормы теперь Рам вам говорит, почему вот эта штука она такая важная потому что это делает, ну, постоянно какое-то внешнее влиять на внутреннее это как бы фундаментальный принцип Тора и всех мотивов теперь когда ты постоянно делаешь какое-то действие оно меняет твое внутреннее восприятие ну, восприятие мира и себя в том числе теперь, ну, здесь как бы здесь то же самое, что как бы даже человек, который на сто процентов уверен, что ну, я знаю таких как бы лично людей которые, они как бы не то что какие-то соблюдающие не то что религиозные семьи, им сказали как бы брак еврейский все как бы и все мы должны остаться евреями хотя бы им так говорят, а потом что ты встречаешься раз, встречаешься два встречаешься три, для тебя, для самого даже если где-то пластинка играет для тебя, для самого это становится намного более приемлемо в эти моменты просто просыпаешься когда, а в чем проблема да, типа, пускай самоустройся на работу так это, то есть так работает норма в голове человека это как бы единственное, что определяет норму все одно исследование, статистика проста почти все, это вот относится к этой табличке да, которую мы начали рисовали все, кто курят, начали в подростковом возрасте почти все, почти все, кто в криминале начали в подростковом возрасте так же и все время почти все, кто вступили в интернер встречались с ними время в подростковом возрасте как бы, то есть тут, ну как бы, то есть если задача это некоторые еврейства, то просто повстречаться, оно сильно влияет на ну, на твое собственное миросприятие т.е. твоя собственная позиция вряд ли выстоит под твоими действиями ну, а как, да я не знаю, может это дальше как вообще, ну, как мы считаем в том, где люди встречаются в тинейзическом возрасте или в школе, да я с Ёхой познакомился в школе но люди как бы ну, эта вероятность, как я вам говорил она, в общем, сколько тебе еврей в России 2% значит, в школе, в институте ну, да теперь, ну, какая вероятность, что ну, при рандомном, вот таком вот, летании молекул как бы, то есть, что-то еврейское, она очень маленькая поехали дальше окей, мы разобрали про, в общем-то, про любовь, про свидание все десятое очень важно, мы расисты вот это вопрос, да ну, здесь, наверное, это не так, да но на западе спросят вопрос у любого, то есть, ты приходишь, говоришь я хочу жениться на белой еврейке на белой еврейке на чёрном коне на чёрном коне вот, теперь теперь, ну, ты видим то есть, какая претензия на это может прилететь смотри, это расизм ты считаешь, что мы, типа, а мы, типа, гои, мы, типа, хуже это раз а два, типа, вы против антисемитизма так ну, если вы против антисемитизма то, типа, признаватели, да давайте, в общем-то, разберемся с этой темой тема эта очень интересная что такое универсализм и толерантность это хорошее, уважительное отношение к меньшинству это универсализм универсализм и толерантность в принципе, да то есть, ты признаешь других и не относишься к ним плохо и ты, как бы, не хочешь их уничтожения истребления, ты их уважаешь теперь, если мы приходим с позиции женись на неевреев то через два поколения евреев на планете, там, не знаю, два останется, может, три да теперь, получается, что эта позиция приводит к полному вырождению евреев соответственно, если мы как бы продолжаем эту логику, то любой вот этот универсалист, он должен просто у него митцва просто по Торе, да бегать за евреями и и долбить ему и женить только на евреев потому что только это отвечает, в общем-то, за сохранение еврейского народа, понятно то есть, в этом нет никакого там расизма расизм это не уважение к чужим каким-то качествам, но это не не признание и ощущение чувства достоинства своих качеств кто-то говорил, да, что я там когда говорил, что там евреи изменили весь мир изменили нормы там и так далее да, что это типа типа расизма признание своих, то, что я хороший это признание, что я хороший расизм это отрицание хорошего, то есть, другой плохой это разные вещи теперь, что такое какая проблема для евреев с неевреями она простая, она только одна проблема одна, что это их что они не имеют отношения и никакого как бы позитивного или какого-то отношения к Торе, к иудаизму, к еврейскому принципу это теперь, не еврей проходит июр, и для него это важно все, нет никаких проблем замечательным браком Мазальтов-Купа так вот что, брат, чисто так тот, кто прошел в Юр, он чисто чисто евреем нас не интересуют гены нас интересует связь с Богом да, ладно, это я все вам уже так рассказал и это я вам тоже рассказал теперь, как должен выглядеть текстом идентификации еврея в этом случае в отношении Российного я, возможно, не саморелигиозный, но еврейская часть меня я хочу жениться на том кто может полностью разделить это со мной потом, кто был рожден евреем или стал евреем это не расизм, хотеть разделять свою религию супругом это хорошее планирование брака это лучше для детей иметь чистую и понятную самую идентификацию я также чувствую себя частью невероятной истории прородительной, единственной традицией, которая прошла через тысячу лет я говорю, что мои дети были счастье я знаю, что это лучше будет утвердить еврейскую идентификацию иметь двух родителей евреев не расизм, хотеть быть это понятно с расизмом ничего это вопрос того, что я есть и все мне нужно было это сказать чтобы обсудить то, что мы будем обсуждать дальше теперь что на практике самое важное что делать что делать что делать любой это тоже еврей да смотрите любой еврей у него в голове даже если его вся эта история вообще не интересует то просто если он знает что если я знаю, что я еврей то как бы ну мне как-то прикольно оно то есть то есть в смысле что прикольно то есть я как бы не собираюсь ничего для этого делать если мне действительно пофину но как бы если бы оно так состыковалось что жена будет еврейка ну оно прикольно ну оно в общем то неплохо прикольная тема евреи классная тема то есть и любой человек он чувствует что как бы вот ну то есть когда люди вырастают это реально ну то есть любой еврей который знает потому что он только говорит это не очень рад не очень рады этого факта обычно ну как бы любой человек он чувствует что он потеряет какую-то часть себя в этой в этой истории и скажет почему евреям как сложно встретиться ну вот в общем то иллюстрация с кем поведешься от того и наберешься да то есть это как бы теперь где все знакомятся да ну бар, клуб, путешествия теперь ну а там ну там евреи там евреи не водятся как правило они водятся как известно в других местах там 99,8% это как бы ну если по всему не высудить то как бы это не евреи и что со всем этим делать что со всем этим делать ну какие ваши предложения марашут как будем исправлять это да по суточному да шедухи да шедухи что еще больше шедухов и третий еще больше шедухов в Америку поехали в Америку тоже хорошо ну не знаю в Америку тоже там в Америку тоже там там семинация больше всего приложение придумать там евреи собирают ну в общем во-первых мы уже пришли в правильное место остаться евреем да и сохранить и свое еврейство хоть в какой-то мере и заключить еврейский банк нужно просто тусоваться там где тусуются евреи да ну хоть что-то там в этом мере если ты тусуешь не в том что евреи то твои мысли они как бы из этого мира и твои взаимоотношения они из этого мира второе второе это ну в общем то это все евреи они всегда жили и живут кучками то есть все евреи они живут и идут на подоле или вокруг Гродского или ну в конец конец теперь с Чиковийской вообще святая улица да тут уже третий вот ну и третий это шедух то есть это как бы такой процесс в котором это такой процесс в котором все вот эти вот подводные камни он как бы устроен так что все вот эти подводные камни они как бы проявляются изначально когда ты просто в кого-то влюбился ты не знаешь что потом из этого выйдет просто ну вы с вами видели статистику и как работает влюбленность и эмоции ты просто не знаешь ничего более того чем лучше чем сильнее влюбленность тем больше потом проблем вот ну как бы да Здесь вопрос такой, что нужно, видимо, сделать какие-то усилия к этому поводу. То есть нужно куда-то ходить, нужно куда-то там, желательно еще переезжать. Ну и самое важное, что нужно на какую-то шатхане где-то найти, на какую-то группу в фейсбуке, за чекиниться, что-то такое организовать себя. Теперь вещь, за которую платить не надо, вообще что-то стоит? Вещь, за которой ничего не стоит, она ничего не стоит. Теперь это как бы отношение к какому-то вечному народу, да, и истории Бога, да, и, как бы, ну, грех за это немножко не разводит. Теперь, ну, как бы, варианты, которые вы там получите, они для вас, для ваших детей и для еврейского народа, в принципе, они более позитивные. Я прошу тут, да. Двенадцатый, как это сказать, получается, для этого. Прошлое, это мы уже, так сказать, входим в мясо, да. Тора, прошлое, Тора и будущее, так сказать. В общем-то, это одна из основных вещей, которую надо понять. Еврейский народ, то есть, любой человек выглядит так, да, что вот есть он, это, этот ствол, да, какой-то ствол, он, я один, да, он, я. Есть у меня какие-то тысячи и миллионы предков, и есть у меня тысячи или миллионы подновков. Ну, как бы, ну, так это работает, это, как бы, то положение, в котором человек находится. Теперь, в тот момент, когда еврей говорит, да, сейчас мы уже ушли из статистики и входим больше в мировоззренческую зону, где я начинаю крутить к адилам, да, чуть-чуть. Значит, теперь человек, который говорит, в общем-то, ну, как бы, переступает вот этот редлайн, он ставит две вот таких красных черты в своей жизни и говорит, что, как бы, все, что было, все, что будет для меня, безразлично. Все еврейское, то есть, просто, ну, как бы, об этом не знаю, это просто, как бы, расскажем, мы статистически это видим, что это то, что происходит. Внуки, 0%, 0%, 0%. Тот, кто переходит в эту черту, он, как бы, в общем-то, я не еврей, все еврейское, в общем-то, было или ошибкой, или, как минимум, не имеет никакого значения для меня и в принципе, потому что я часть этого меня не интересует. Здесь, как бы, интересная, интересная такая вещь есть, что сколько, скажите мне, сколько евреев было при, ну, до 45-го года? Очевидно, на 8 миллионов, 3 или больше, чем на 14 миллионов. Их было, евреев было 18 миллионов. Было 18 миллионов, сколько стало после всей этой вырубки? Да, это было. А? Их стало 12 миллионов. Сколько? 6 миллионов разницы, да? Теперь простая, как бы, статистик, простой подсчет. Теперь социологически сколько, то есть, к какому моменту, к этому моменту сегодняшнему, сколько должно быть евреев, ну, на данный момент, если евреи не размешиваются с другими, и должно быть 18 миллионов. Минимум. То есть, получается, что вот эта вот тема смешения евреев, она унесла уже евреев больше, чем унес Гитлер. То есть, как бы, ну, как бы, наверное, сказать, что тот, кто вступает в эти пять, что, ну, как бы, Сталин сделал свое дело, Гитлер сделал свое дело, здесь никто не прошел ни в курсе. То есть, как бы, сказать, что мы делаем то же самое, что Гитлер, это было бы очень грубо, но, как бы, какое-то некоторое соучастие здесь очевидно в этом есть. Уже больше, уже больше, чем то, что... То есть, человек поставил перед собой цель, я хочу их убить, они животные. И что он, ну, 6 миллионов у него, как бы, он преуспел, да? То есть, это успешный, так сказать, был лидер. Теперь еврейская вот эта ассимиляция унесла уже еще больше. То есть, как бы, нулевшись этими, ну, как имею в виду, такими действиями и этим выбором. Теперь сделаем вот это, да, у евреев есть, как известно, потомки, и у евреев, ну, как известно, немножко больше, чем у всех остальных. Вот, теперь сделаем простой подсчет. Допустим, ну, сегодня, ну, как бы, поскольку население растет, это в среднем больше, чем 2 ребенка есть. У евреев, да, если внутри евреев есть, то у мира, там, как бы, 3, это вообще программа минимум. Вот, там, было, да, там, 14, там, в Таз, Новоскалов, Англии, там, была семья, в которой 18 детей, там, они просто, они просто не могли родить, они поехали к какому-то травму, дал им броку и сказал, что у вас будут много детей, у них уже их 18, да? Вот, теперь, смотрите, ну, допустим, ну, скажем, 3 ребенка, да, урожаются у семьи в среднем. Получается, в первом поколении есть 3 ребенка, во втором, если по 3, нет, во втором, 3 на 3, 9, и дальше понеслась история, третья, четвертая, в пятом уже 243, пить 700, 2 тысячи, 6,5 тысяч, 19 тысяч, 50, в общем, 60 тысяч народу будет через 10 поколений. Ну, при, как бы, при таком плюс-минус, стандартном раскладе. Эти люди все, 60 тысяч народу, они будут что-то есть, что-то пить, о чем-то думать, чем-то заниматься, на что-то класть свою жизнь, подписываться под какие-то ценности и чем-то жить. Чем? Этот вопрос, как бы, стоит, как бы, на ваку. Ну, это тоже важно понимать. И здесь, да, здесь, если мы имеем, да, вот эту всю, 3000 лет за спиной, да, и каждый евреев, как бы, он, 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 он стоит ногами вот на этих, на огромном количестве вот этого всего, что нового евреев, вообще-то, мы не достигли. И что, то есть, столько народу идет после него, да, немножко, да, немножко обидно стать самым слабым звеном во всей этой истории. То есть, если, как бы, звенья, ну, звенья цепи, они, как бы, друг на друге зацеплены. То есть, теперь, тот, кто из этой истории выпадает, он, ну, понятно, это называется здесь, вы самые слабые звеносы. И, ну, выйти, ну, мне кажется, то есть, быть вот этим вот, загрузчиком. Теперь, как это работает, да, если мы идем в что-то глубже? Есть, как бы, Бог, Бог создал мир. Как бы. Как бы, да, как бы, Бог, как бы, Он создал мир. На что это похоже, да, вот есть, есть парковка. Теперь поднимается у нее шлагбаум, или не поднимается, паркующий там, или нет. И сколько, сколько ты за это платишь, это зависит от, от чего. От правил, которые установил хозяин данной парковки. Есть, как бы, условия, при которых шлагбаум, так сказать, не работает. Да, и, и вот эти правила определил он, и он говорит, какие правила, как бы, на моей парковке, какие они будут работать, а какие они не работают. И, как бы, приезжаешь в Англию, да, а там местная розетка, она не вставляется. Понимаете, к чему я говорю, да. Приезжаешь там, что тут еще приводил, да, 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 да. То, что мы уже сказали про толерантность, это не значит, что надо всех смешать. Это признание того, что я, то есть, это не имеет отношения, я не знаю, кто из этих хорел, кто из них лосось, да. То есть, вся фишка в том, что у нас разные миссии, разные цели, разные причины, разные следствия, абсолютно другая история. Ну, просто, ну, как бы, мы разные, мы не одно и то же. И, ну, то, что называется связью между двумя евреями, которые, да, это называется кедушами, это называется глубокая такая внутренняя связь. То есть, не то, что не может быть любви, да, в каком-то, в таком смешанном браке, да, может быть вероятность поменьше. Но, как бы, вот эта вот внутренняя глубокая духовная связь, она возможна только. То есть, вот эта вся история, что где-то там ходит моя половинка, она с, для евреев, она работает только для евреев с евреями, для неевреев с неевреями. Она, как бы, ну, а так вы просто занимаете время другу. Окей. Очень мило. То есть, в общем-то, человек, да, вот это вот. Когда ты соединяешься в браке с кем-то, он, как бы, мало того, что есть последствия для, там, народа, для детей, для, то есть, он, как бы, становится частью тебя. То есть, это, ну, то есть, половина реально, то есть, теперь, ты, как бы, вы смешаны, да, то есть, ты, как бы, наполовину, ты уже, ну, физически просто становишься, ну, чем-то, оттеляешься от всей вот этой истории и режешь вот это. Ну, и такое, да, если мы уже поговорили про горы, про горы. Ну, кстати, с ней на нас все, да, нет типов комплексов. Да, да, по-настоящему это, да, это более, это более актуально, чем может показаться, например, для, вот, теперь, ну, мы уже ответили с вами, кобр, да, землюсь на кобре, женился на горе, да, в общем-то, все, все возможно, да. А, вы, если, смотри, да, вам, почему, почему, как бы, откуда мы знаем, что проблема, жениться на сестре, маме, кобре? Кобре написано? А? Здесь ответ простой, да, я вам это показал очень ясно, вот, в этой лекции про нормы. До этого, как бы, отцы воспитывали детей определенным образом, да, то есть, там было можно, в общем-то, все. Петера пришла, и точно так же, как она сказала, все вот эти нормы, которые все так удачно употребили в пищу, да, она сказала, помимо этого, да, нельзя жениться на сестре, нельзя жениться на маме, она тоже сказала, что евреям не надо жениться на неевре, в том же самом тексте, в том же самом, как бы, своде норм, то есть, это вещи, как бы, одного, ну, одного порядка, то есть, это, как бы, нормально. То есть, жениться на иврейке приравниваются к... Не, ну, не приравниваются, но, как бы, это одна и та же дорога, которая это одинаково постановила нормы, что есть из этого последствия. Ну, понятно, то есть, слушайте, про те запреты, там, я не знаю, про гомосексуализм, там еще написано, как бы, еще прибавлено, да, что это не, ну, так бы, эмоционально, так сказать, не совсем приятная вещь, да? Эмоционально или физически? Не знаю, неважно. Вот, но, как бы, ну, это один текст, да, и, как бы, та же Тора, которая дала эти нормы, на которой живет, как бы, это такая, прошивка, да, всего мира сегодняшнего, та же Тора дала вот эти нормы. И, как выглядит весь еврейский мир, да, это, как бы, вещь очень понятная, да, то есть, евреи, которые, любой, как бы, Эйнштейн или всенобелевские лауреаты, это люди, у которых кто-то в промежутке 3-4 поколения, в прошлое максимум, сидел, учил Тому. То есть, определение, то есть, это единственное, что связывает всех этих людей, по факту, да, кроме, там, бумажек. Это люди, которые 3-4 поколения назад, их, там, папы, дедушки или кто-то, они сидели за устной Торой, да, любой человек, даже, который здесь, он отлистает свои поколения назад, у любого был где-то какой-нибудь рабин или какой-то, то есть, это, в общем, Тора, это, скажем так, вот эта штука, которая связывает евреев, ну, вот эта, как это, прошивка, да, я не знаю, всего еврейского народа. История, это вот этот вот, как бы, огонь, от которого это распространяется, все это дело. Теперь, есть, да, есть, всегда от огня летят искры, да, и вот эти искры, это все, что вылетает, так сказать, и гаснет, да, вот этот процесс угасания вот этих искр, которые улетают от этого огня полностью, это 3, ну, то есть, по статистике мы с вами увидели, внуки смешанных браков, это не имеет ничего общего с еврейством, идентифицирует себя, ничего общего с еврейством не имеет. Эти вот искры, и они тупнут, там, через 3 поколения, 4, ну, я знаю, один только случай, когда в пятом поколении девушку, у которой только, там, у нее была бабушка, у бабушки уже родители, там, у нее был смешный брак, но только один другой случай, я знаю, что ее привели в такую организацию, что она сделала хупу, там, вырастает внутрь, да, но, как бы, это, это супер исключение, да, это просто, я не знаю, чудо. Вот так устроен весь еврейский народ, он крутится вокруг вот этой штуки, и дальше есть некоторый, вот этот круг, слои какой-то еврейской самоидентификации, то есть, здесь находятся, там, люди, которые, где это, да, или, там, здесь, не знаю, как это, находятся люди, которые в какой-то форме, они, для них служение Богу это важно, и, как бы, вот здесь вот находятся, да, многие, Фильд и Фиш, это припойно, но Раввина они вообще чертят, да, вот, 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 ну, грубо говоря, да, вы понимаете, что я имею в виду, то есть, то есть, от и до, да, вот этот весь бесконечный спектр евреев, каких вы только можете найти, и вот во всей этой истории есть вот эта красная линия, в которой, если ты переступил, то это, ну, дедлайн, то есть, это точка невозврата, да, как у черной дыры есть, да, свет летит, у нее есть горизонт событий, то, что залетело, свет уже не будет, да, есть точка невозврата, вот этот вот, еврейский или не еврейский враг, это, это, ну, то есть, границы, к которой ты перешел, то есть, то есть, у тебя уже нету ни Эйнштейна, ни Фрейда, ни Фильд и Фиш, ни Хавана Гилы, то есть, ну, то есть, ну, то есть, даже таких примитивных вещей. То есть, это похоже, знаете, на комикс, мы с вами обсуждали, да, плод и кожура, да, что кожура, это то, что является первым, и оно сохраняет плод. Если кожура пропадает, то все, что внутри гниет, его сжирают птицы, да, то есть, снимаешь кожуру, съедают птицы, там, что-то, сдираешь человеку кожу, что с ним происходит. Это внешнее покрытие, оно сохраняет все, что внутри его. То есть, все, что внутри, оно умирает. Там, что там, что делать с черепахами, чтобы их панциев снять? Орел его поднимает, лопает панцирь. Лопнул панцирь, черепаха мертвая. Так работает. То есть, вот эта вот красная черта, которая защищает весь еврейский народ, это вот эта тема еврейского брака. Нет его, нет евреев. То есть, как бы все, два поколения у нас нет. Теперь, для еврейских родителей это никогда не было, знаете, одним из законов каких-то, там, вот, ци-ци, да, там, какая-то мезуза, что-то такое, да, что-то около еврейское и прикольное. Это никогда не было, это всегда было таким, знаете, кошмаром, да. То есть, даже для людей самых далёких от очага все эти штуки, которые идут на периферии, даже для них, да, это всегда было таким лёгким шовом, да. Окей, то есть, теперь, на что похоже, да, то есть, типа, мама, я всё еврейское очень люблю, да, это прямо моё, но, значит, что? Я киевси покушаю. Вот, ну да, киевси покушаю, как бы с мальчиком, с мальчиком губляю. На что это, как бы, в смысле, с еврейским мальчиком губляю? Это, как бы, а я не знаю, еще хуже. Хоть бы, в смысле, ну, на что... Как бы туру поучили. На что это похоже? Это похоже, знаете, вот, как, встать на хрень, встать, здесь, зайти по трапу, сесть на корабль, на корабле, и корабль, знаете, отплывает, разворачивается к родственникам, к предкам, от мамы, и заканчиваем Ашера Вейну, на нем написано, good bye, Jewish, да, вот. Это то, что на нем написано, ты машешь ручку, говоришь, я очень всё это люблю, очень уважаю, это реальная часть меня. Васенька, я уже еду. Ну, грубо говоря, да, то есть, то есть... А? Сихватиками. Почему? А, ну, вообще. Я говорю, что, да, нормально. Я говорю, что девочка встречается с матчем. А, я думал, что Васенька. Васенька. Зазри, Риккеле с Васенькой. Васенька, Васенька, да. Риккеле тоже нельзя, это то, что ты сказал. Ну, нельзя, но в том же тексте написано, что Васенька и... В общем-то, основное, в общем-то, что у нас получается в результате всей этой статистики и всего, что мы с вами назвали с точки зрения цифр, с точки зрения, как бы, просто того, что мы имеем, просто, простая формула, в результате всего этого полутора часов, чем ничего, не еврей плюс еврей равно не еврей. Ну, как бы, это, то есть, это надо, то, что надо знать. То есть, еврей это тот, у кого внук еврей, это есть такое определение, да, то есть, ну, тебя можно определить по тому, что из тебя, что получается, что получается просто тебя. И тот, кто хочет поставить такую такую галочку, да, вот другое зависит, в общем-то, все. Кто-то ее переступает, должен знать, как бы, что он, как бы, ну, что-то будет, что. Денис Прейгер, тот же самый, который я приводил, у которого у вас такие ток-шоу. В общем-то, да, теперь сейчас будет заключительная часть, я сейчас занимался в последующем все это время, но я сейчас потратил свое время и ваше. Если иудаизм важен, но он говорит, то никакие аргументы против интермерити не нужны, и если он не важен, то никакие аргументы против интермерити не будут эффективны. То есть, в общем-то, ну, то есть, понятно, что это не имеет какую-то силу, да, но как бы я, в общем-то, глобально сейчас занимался, ну, если глубже, то, наверное, непонятно чем, да. Я просто показал вам какие-то картинки. Теперь, если входить глубже, глубже в человека, да, то, в общем-то, могу ищем еще кое-что. Давайте мы очень быстро это сделаем. Я приготовил здесь мотику. Сейчас будет тест. И мы сейчас поймем, как вся эта штука работает. Как вся эта штука работает. Смотрите, вы готовы? За первый столбик я мотики, за первый столбик я мотики не даю, за второй я даю мотики по ситуации и по желанию. То есть, те, кто знает, я благо точно не дам. И вы вообще побольше молчите, кто сильно пустит. Я вообще не пустит. Кто мама Ешу? Шапогат. Я дам Мойша. Хорошо. Кто мама Мойша? Не-не, вы молчите. Вы молчите. А? You have it. Супер. Давай, давай. Я отхватился. А вот нам тоже? Не-не-не. Ну, вам давайте. Сейчас, мы что-нибудь придумаем. Сейчас, давайте потом просто подойдите. Что пели эти гады? Да, друзья. А? Да, друзья. На-на-а-а-а. Да? Чем занималась двора или чем занималась в мире? Были пророки. Были пророчества и помогали им. Мне надо несколько человек отсюда выгнать. Не, я спрашиваю. Я спрашиваю. Мимо меня двора. Двора кто? Двора. Все, у меня больше нет еще. Все. Все. Вам вообще нельзя. Все, я вам вот так вот его молчу. Дайте людям подумать. Мне просто надо показать одну простую вещь. Теперь Мирия, я вам говорю, она когда перешли на море, она там пела. И она точно пела круче, чем летний гад. Я прям злудаю. Затист получается. Идем дальше. Какие четыре, я не помню, какая это, Евангелие наверное, да? Ну, в общем, основа где-то христианство. Какая она называется? Матухи, Юа, Уха и Матух. Что ты думаешь? Сюда. Теперь Хатун. Пару, так-то, кроме Аарона там вот вас, да? Иерузолинский? А, нет, кто вы мне? Вот, иерузолинский, да? Игвартик замолчание. Игвартик 24 скуки, да? 24 скуки. Идушингите, баумитее, 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 баумитее. Сатан. Сатан. Махарь? Нет. Это что? Рамбан. Рамбан, да. Мочит кому-то. Я владею. Рамбан. Супер. Кто такой Астронавус? Астронавус. Астронавус, да. Астронавус. Супер. Кто такой Онкелус? Астронавус, вообще нет. Онкелус, кто это? Это... Идем дальше. Когда родился Ешу? Летом. Недавно. Есть 24 декабря, есть там 7-ое. Когда родился Мойша? 7-го, да. Ну там есть версии, да, но вы говорите правильно. Идем дальше, да, но как бы обычно это самое микроскопическое количество евреев отвечает на эти вопросы. Что такое диплом? Поставка для кофе. Что такое? Что такое? Давайте быстро это пройдем, пожалуйста. Тревотина. Диплом. Диплом. Бумажка, где написано. Астронавус. Диплом. Знаешь, что такое диплом? Что такое сиюмашас? Поставка для чая. Это чая для Талмудра. Всего. Это тоже диплом. Что такое троица? Не надо говорить. Воскресенье. Не надо говорить. Что такое тарьяк? Это число тринанское слово. Дальше идем. Кто создал Русь? Кто? Романович? Ну, Трюрики там, я не знаю, кто это, да? Кто первый царь Израиля? Шауль. Шауль. Все, Женя нормал. Давай напомним. Дальше. В общем-то, ответ. В смысле, когда я сейчас не буду говорить. Теперь, в эти вопросы, да, это самое страшное. Ведь здесь, что... Отдай самое страшное... Давайте, здесь осталось заключить. Пожалуйста, просим тебя. Не слушай, насилие. Реально не удобно осталось. Терпей. Теперь, самое страшное в этих вопросах, да, особенно в Америке. Обычно, когда спрашивают, что такое еврей, я отвечаю, это тот, кто не верит в Ешу. То есть, еврей определяет себя... Точнее, у него нет определения, кто. Он определяет себя негативно через еврейскую, так сказать, секту, которая появилась две тысячи лет назад, отрицая ее, и это, типа, тот, кто не верит в это, это еврей. То есть, как в этом... Как здесь можно говорить о Jewish identity? Ну, понятно, да, то есть, нужно какое-то представление, какие-то ответы на эти вопросы, да, то есть, нельзя здесь удовлетворяться микроскопическим каким-то уровнем знаний на эту тему. Это то, что пророки сказали давно, да, мои люди гибнут от недостатка знаний, да, теперь вы знаете, откуда пошла фраза в знании и силу. То есть, от этого зависит все. Основные две причины, это либо кривое мнение в иудаизме еврейские школы местные, это тоже классный в этом инструменте. И fake Jewish experience. Ну, вот этот вот, в общем. Ну, понятно, fake Jewish experience. Ну, я думаю, переводить не надо. Да. Супер. И часть последняя, и, наверное, самая важная. Ну, вы знаете, да, в иудаизме 13 это такая важная, счастливое слово, важная цифра. А что в ней такого? В ком в день? В цифре. В цифре. Есть такая одна... В цифре. 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 Я сейчас затолгиваюсь от этой цитаты. Если еврейства важно, то никакие аргументы про смешанный брак не нужны. Если она не важна, то как бы особо ничего не поможет. Поэтому нужно понять, самое важное, кто мы и что такое вот это ядро вокруг такого цифра. То есть, что в ней такого, что в этой цифреи такая, я не сделал, что они были так... В общем-то, почему иудаизм, сейчас вот этого нет, вот этого нет, есть вот эта верхняя конфинка и надписи оранжевой тоже нет. Теперь смотрите, вот это вот, то, что я здесь сообразил, это тот огонёк, который, давайте, финишная прямая, соберите. Есть вот этот огонёк, да, и есть искры, которые от него отлетают. Эти искры, которые вылетели из евреев, это кто? Арабы. Фрейд. Арабы. Фрейд, Маркс, Эйнштейн. Значит, квантовая механика, теория относительности, Нильсборг, психоанализ, неопсихоанализ, что там, психодрама, сценарная терапия, вся психология в принципе, всё, во что люди верят. Христианство, ислам, что там ещё, понимаете, 22% нобелевских лауреатов. Это, то есть, бывают вещи, которые больше в два раза, эта цифра больше в 112 раз, чем это технически возможно. Ну, быть, ну, 0,2% евреев. И вот это все вещи, да, там, христианство, ислам, все эти люди и, я не знаю, гипертепиш, да, самое важное еврейское запрещение. Вот, теперь, это все, в общем-то, вот эти вот искры, которые вылетели из вот этого очага и куда-то улетели и догорали. Теперь, когда мы видим вот эту всю картину в мире, в общем-то, интересно задаться вопросом, а что же там горит, да. Вот за этой вот сеткой, за этой пеленой, откуда вот это всё вылетает, там, видимо, что-то находится, что-то нереальное. Что же там находится, да, и почему иудаизм не отраживает этот вопрос. Первое, да, и это то, чем я, поэтому я и занимался этим, до этого, да, что иудаизм – это просто истина, и мы это видим научно и технически. Это видно из научного принципа, я сейчас не буду его повторять. Теперь, однажды, тот же Денис Прейгер, да, он пригласил к себе в мулу Равина и, ну, вёл какую-то программу такую, и те рассказывают, значит, что это истина, там, всё правильно и так далее. Ну, Равина говорит, что, ну, почему, типа, я еврей, потому что мне нравится. Он такой уже начал засыпать, он такой, этот Денис Прейгер просыпается, и такой, типа, я еврей, вообще не понял, что это сейчас будет. Я думаю, ты сейчас расскажешь, что у нас есть тысячи лет нереальные истории, и мусульмане и христиане согласны с тем, что мы получили Тору, и с нас всё началось. Почему он так ответил? Ну, потому что, как-то сегодня не принято говорить об истине, да, ну, как-то так, ну, типа, Тора – это реальность. Мы это, как бы, я этим занимался два с половиной урока, да, это то, что, то есть это только маленькая часть доказательств, которые я привёл. Теперь, ну, в истине, так сказать, сила нет. Это раз. Два – мы люди с критически, в общем-то, особенной, важной задачей в мире. А в чём задача евреев? Это то, что называется Тикун-Лан, да. Когда каждый человек просыпается в этом мире, ну, как бы, все рождаемся в обществе, но мы все рождаемся одинокими. Теперь, ну, возникает вопрос, а зачем, как бы? Тора даёт тебе эту миссию и говорит, что твоя, как бы, задача, евреи – это такие люди, которые чинят этот мир всю свою жизнь. И, то есть еврейский народ, он был вот этим, как мы видели в теме про нормы, да, это был динамит. То есть они две тысячи лет жили среди просто сумасшедших каких-то людей и просто клали динамит в этот мусор, да, и взрывали его. И, как бы, на их энергии они просто выстроили всё, ну, то есть реально, то есть всё, что мы знаем сегодня, да, то есть вся психология, все верования и все ценности людей, его без евреи просто не было. Дальше Тор лучше, чтобы каждый был помещен сюда любящим Богом, чтобы иметь абсолютное наслаждение и, в общем-то, максимальное наслаждение, так? Это ценность Тор, то есть папа и мама хотят нам, как бы, добра и чтобы нам было хорошо. Что мы любим? Мы любим шоколадки и закат. Теперь есть за этим всем Создатель, который всё это создал и который хочет твоего наслаждения ещё больше, чем мама и папа. Так? И это, то есть это цель иудаизма, это то, что прописано у нас везде. Тут Бог, Сто, Думир, для того, чтобы человек кайфовал. В общем, как бы, фишка, фишка Торрес. И последнее то, что я здесь выделил, это, то есть стать более благодарным, более щедрым, более посвящённым росту. То есть иудаизм – это инструкция от самого Создателя, каким человеку нужно быть и что ему нужно делать, чтобы быть такой, ну, высокой, классной личностью. Теперь, то есть вот эти четыре ценности, да? Правда, идеализм, духовное наслаждение и самосовершенствование – это те вещи, за которые сегодня люди просто на тысячу процентов готовы просто посвятить на это всю жизнь. Это та вещь, которую им как бы не стыдно написать на могиле. То есть это те вещи, за которые просто, ну, просто вот это то, что важно. Теперь все эти вещи, мало того, что они есть в Торе, их принесла Тора. То есть вот, ну, то есть вот это как бы, вот в чём фишка. Что стоит за всем этим, почему Тора, то есть это маленькое, только микроскопическое количество долг, почему Тора – это нечто важное и необычное. Теперь смотрите, при всём этом восхладе мы имеем следующую картину. У вас есть две чаши весов, и на одной чаше весов у вас есть личная жизнь, помощь Бога, уникальная, самая длинная история. Там, мы изменили и меняем мир просто до неузнаваемости. И, в общем, сколько цитат я направляю, просто нереальное количество президентов, даже к Папе Римске, блять. Ну, в общем-то, да. Теперь, у нас, Тора – это истина, у нас есть самые топовые идеалы, есть духовное наслаждение и есть путь к самосовершенствованию, который нам дал сам Бог. И плюс, при всём этом мы ещё получаем более качественный брак, ну, как мы видели, да. У евреев с евреями разводов меньше всего, ну, и меньше проблем внутри этого брака. На второй чаше весов мы, может быть, получаем любовь, получаем лечение, получаем, может быть, хороший человек, 60 плюс процентов развод и ничего из всего этого перечисленного. Теперь, если, ну, допустим, вот это всё фигня, да, допустим, всё это случайно срослось и выдумали. Теперь, вот на этой чаше весов, если вдруг оказывается, что вот это всё правда, то вот это ничего, то, как бы, это получается, то есть, если таки не дай Бог есть Бог, то ты плюнул ему в лицо, в общем-то. А когда плюют в лицо, то, как бы, неважно оно намеренно или не намеренно, пьют обычно после этого ногами. Да, то есть, нужно понимать, вот этот, вот, ну, весы эти работают, как бы, нужно понимать, да, обе стороны, положительную и отрицательную, да, то есть, тут, как бы, и в плюс, и в минус история. Это просто интересно, я знаю, понимаете, это просто прикольно, в конце концов. Вот, и это выгодно с точки зрения брака, с точки зрения себя духовной ценности, и, как бы, это единственная перспективная, в общем-то, история. Ну, то есть, здесь люди, как бы, в момент рождения медленно умирают, да. Ну, потом, и, как бы, это только, вся жизнь, это момент рождения, как бы, ну, да, вот это, как бы, наша история. Теперь, чем я, я заканчиваю, да, извиняюсь, я так долго рада, это жаброчка. Это золото, я вам уже приготовил. Закончил я про нормы, да, лекцию, в общем-то, да, она такая, мне кажется, совершенно ошеломляющая, да, то, что евреи внесли в мир, ну, все-таки, просто какие-то космонавты, да. Теперь, я закончил тем, что вы, ребята, как бы, вы, ну, просто чисто технически, статистически, вы золото, да. Теперь, но вот это золото, оно стоит на какой-то вот такой вот истории, да, трехтысячелетней, самый древний, самый какой-то необыкновенный. И она состоит из жизней и смертей, ну, там, как мы посчитаем, да, 150 или, там, если возьмем 40 лет, 80 поколений людей, которые жили ради этого и умирали ради этого. То есть, я думаю, что, если мы берем 150 поколений, то у каждого есть человек 10, которые просто умерли за то, чтобы я остался евреем, и чтобы мы и потом где остались евреем. Я думаю, что это, ну, как и у каждого человека в этой комнате, да. Теперь, и вот это, да, то есть, вы стоите вот здесь вот на этой вершине. Теперь, ну, история нереальна, она реально необыкновенная. То есть, это, я привел вам всех, там, от пап римских, президента второго США, президента, там, предпоследнего США, Твена, этого Толстого, ну, в общем, я думаю, что с этих цитат уже нужно немножко подташнить, да, что просто евреи символ вечности, как они выживают непонятно, ну, просто непонятно, ребята, изменили весь мир, и никто так успешно, как они этого никогда, никогда не делали. Теперь, в чем здесь проблема, да, чтобы это выкинуть, да, нужно прежде, хотя бы, хотя бы нужно разобраться, что-то выкидывать. Есть такая история, да, и сказал Мордехай в ответ Эстер, не полагай в душе, это то, что в Пурин читали, не полагай в душе своей, что в доме царском одна, что спасешься в доме царском одна из всех евреев. Ибо, если ты промолчишь в такое время, то спасения придут к евреям из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не до такой ли поры ты достигла силы и достоинства царского? Здесь сказано простая вещь, что что? Смотрите, евреи, смотри, да, смотрите, евреи штука вечная. И, как говорили здесь в Мордехай, да, то есть, ты, конечно, можешь делать, что хочешь, но тогда нас, мы как бы выжили в любом случае. Вопрос, как бы, откуда придется спасение, от тебя или нет. И чем закончилось в самый последний раз, да, тем, что этот мир, он похож на, ну, такой, какие-то нормы, что-то там. Он похож на реку, да, которая течет, и не знаешь, куда она течет, куда она притечет. Есть на этой реке одно дерево, за которое, если ты цепляешься, это называется дерево жизни. Ты, как бы, из этого хаоса вырываешься в божественные, как бы, в зону божественных ориентиров, и как-то можешь ориентироваться на местности. И на этом дереве есть вот такая вот тарзанка, обратно туда, значит, в этот, к водопадам, и, непонятно, ты там кончились или нет. Эта тарзанка называется «Смершный брак». Вот, в общем-то, в общем-то, это все, что, это, в общем-то, на этом дереве, наверное, надо висить, а не так, да, висить. И, Гордяя, да, это я уже приводил, к неисповедимым путям Бога народ этот должен сохраниться до конца времена. Теперь, как бы, сохранятся они, сохранятся. То есть, это то, что нам, помимо всех этих ништяков, которые я привел, это то, что нам гарантировано в Торе самим Богом. Теперь хочешь, чтобы быть частью этой истории? Не хочешь, как бы, выбирай с каждым, но я, как бы, показал много следствий и последствий, и проблем, которые в этом есть, и технические. И мировозаимств. То есть, как бы, вот. Когда американцы приплыли в Америку, индейцы, они не то, что были тупые, но они, как бы, американцам, буквально за какие-то гроши, за какие-то гроши европейских денег, не американцам, за какие-то гроши европейских денег, они у них там был то ли золото, то ли алмаза, там, да, у них туда были какие-то свои валюты. Они не знали, чего стоят вот эти вот вещи в европейских стандартах. И они просто бесплатно отдали свои ресурсы. Я думаю, что прежде чем это золото, изумруды, алмазы отдавать кому-то бесплатно, которыми у вас сейчас набиты карманы доверку, нужно хотя бы подумать. Спасибо большое. Спасибо.